Ну, вот у меня два важных административных сообщения. Более-менее вчера выяснились даты всяких экзаменов. Ну, вот в частности, сессия у вас начинается с 10-го, то ли 11-го, это я точно не помню. И контрольная номер 7, по тематике, которую мы сейчас проходим, но еще на следующих двух неделях я собираюсь кое-что про сферы рассказать. Ну, и контрольная последняя будет 11-го июня, в четверг, это во время наших регулярных занятий, с 10 до 12. Вот начнется на полчаса раньше, чем лекция. Ну, и все будет точно так же, как на контрольный номер 6, на том же самом сайте, просто адрес задачи будет чуть-чуть другой. А так все будет то же самое. И я хотел бы обратить ваше внимание, что неспособность зайти на сайт и своевременно загрузить решение не является уважительной причиной для неучастия. То есть я очень рассчитываю, что все-таки те двоечники, которые в прошлый раз не удосужились обзавестись паролем, его активировать, его активируют, потому что иначе вы получите двойку. Никакого приема решения задач по почте не будет, и я совершенно твердо об этом предупреждаю. Ну, и экзамен точно так же. Продолженность экзамена будет, но я считаю, потому что, ну, так сказать, полчаса дается на ход в систему и загрузку решений, по-моему, этого достаточно. То есть письменный экзамен такой же, как был зимой. Я не помню, какая была продолжительность у зимнего экзамена, но вот у летнего будет 3 часа, ну и там будет, не знаю, 5 задач на разные темы. Кроме обязательных задач будут необязательные, чтобы была возможность за экзамен получить больше 100%, если вы вдруг еще кинетесь к концу, проваляли дурака весь семество. Вот, ну, собственно, на этом административная часть заканчивается. Задачи для подготовки контрольные, я надеюсь, на этой неделе выложить на сайт. Ну, и точная программа экзамена, я надеюсь, тоже на этой неделе выложить на сайт. Вот, она будет немножко поменьше, чем программа курса, которая сейчас лежит на странице, ну, потому что мы не все успели пройти там по разным причинам. Ну, и, в общем, все будет ограничиваться сферами. Хорошо. Если есть какие-нибудь вопросы по административной части, я готов на них ответить прям немедленно. Если нет, двинемся дальше. Ну, замечательно. Значит, тогда мы считаем, что это упустяно. В прошлый раз мы с вами, собственно, обсуждали афинную классификацию квадрик, ну, в частности, вещественных квадрик. Значит, афинная классификация. Ну, давайте для определенности считать, что она ведется над R. Ну, и она исходит из того, что афинная квадрика квадрика Q, которая живет в афинном пространстве ААТВ, однозначно задается проективными квадриками, Q-чертой, которая живет в проективном пространстве ПАТВ, и Q-бесконечность, которая живет в проективном пространстве ПАТВ, где мы считаем, что W – это одномерное пространство, натянутое на некоторый вектор Е0 плюс В, ну, и ПАТВ – это проективное замыкание. А АТВ? ПАТВ – она живет в бесконечность, живет в ПАТВ в виде бесконечно удаленной гиперплоскости. Ну, и в зависимости от того, какие у этих квадрик проективные типы, у Q-чертой, у Q-бесконечность, квадрики делятся на центральные квадрики, гладкие. Это когда Q-чертой или Q-бесконечность – обе гладкие. Ну, и над R. Такая квадрика имеет уравнение X1 в квадрате плюс и так далее, плюс XP в квадрате минус XP плюс 1 в квадрате минус и так далее, минус XP плюс M в квадрате, значит, вот этих переменных всего N штук. P плюсов и M минусов, равно это плюс-минус 1. Ну, и для определенности всегда считают, что P больше M равно M, и если P равно M, то справа стоит плюс 1. Ну, и в этом случае квадрика Q-чертой имеет плонарность в зависимости от того, плюс единичка там стоит или минус единичка. Значит, Q-чертой это квадрика плонарности размерности N минус 1 и плонарности равной P плюс 1, если в правой части плюс, значит, по планарности не P плюс 1, а плонарность N, если справа плюс 1, то есть это плонарность и M означает, что через каждую точку такой квадрики проходит мерное линейное подпространство, ну, и она имеет вид Q N минус 1 M минус 1, если справа минус 1, но это означает, что плонарность M минус 1. Значит, квадрика куба бесконечность задается уравнением, где в правой части стоит 0, здесь вот для куба бесконечность надо поставить 0, и бесконечная удаленная квадрика имеет плонарность здесь никакого определения нет, плонарность на единичку меньше, чем количество минусов, она всегда равна, значит, размерность этой квадрики N минус 2, а плонарность равна N минус 1. Кроме того, мы с вами видели, что бывают параболоиды, это когда Q с чертой гладкая, а Q бесконечность особая, автоматически особая точка одна, бесконечно удаленная гиперплоскость является касательной квадрики Q некоторой точке P, значит, P живущая в бесконечность пересечку это единственная особая точка, ну и квадрика такая задается уравнением X1 в квадрате плюс и так далее плюс XP в квадрате минус XP плюс 1 минус и так далее минус XP минус M обратите внимание, что всего здесь M простите обратите внимание, что всего здесь M минус 1 должно быть координат ну и равняется это 2XN ну и в этом случае Q с чертой вот этот XN это на самом деле как бы уравнение для Q с чертой здесь надо X0 нарисовать поэтому справа стоит гиперболическая плоскость и планарность равна в точности M то есть это Q N минус 1 M что M планарно ну а Q бесконечность это конус это мы сейчас на D пишем Q бесконечность это конус с вершины P над квадрикой Q N минус 3 M минус 1 еще бывают цилиндры простые цилиндры это когда Q с чертой особо Q бесконечность гладкая и это автоматически означает что у Q с чертой есть единственная особая точка P которая живет в конечной части в афинном пространстве от V которую мы воспринимаем как карту 0 и сама квадрика Q это конус совершенно P V над простите над гладкой квадрикой Q бесконечность в который живет на бесконечно удаленной гиперплазкисте такая квадрика записывает с уравнением X1 в квадрате плюс XP в квадрате минус XP плюс 1 минус и так далее минус XP плюс M здесь их всего N штук квадрати в квадрате равняется 0 ой простите я бы сказал цилиндры простые конусы я тут описал что-то у меня какая-то дурацкая простые конусы ну и собственно точка P является вершиной конуса ну и последний случай цилиндры мы его подробно не успели забрать в прошлый раз ну и я готов сейчас чуть более подробно сказать это когда обе квадрики и кустой и кубесконечность особые ну и в этом случае вы можете разбить пространство в прямую сумму двух подпространств V1 плюс V2 где V1 это собственное ядро по бесконечности и тогда ограничение квадратичной формы ну я напомню что сама квадрика Q это множество нулей некоторой квадратичной неоднородного квадратичного многочлена F значит F под X выглядит как F2 от X плюс F1 от X плюс F0 ну и собственно F2 это однородная квадратичная форма она как раз задает квадрику кубесконечность в проективном пространстве F2 но если такая теорема что если вы берете дополнение к ядру квадратичной формы то на дополнительное под пространство V2 форма ограничивается невыроженна то есть F2 ограниченная она V2 становится невыроженна и если вы выбираете произвольный базис E1 ну не совсем произвольный с некоторым условием значит EK EK плюс 1 и так далее E так чтобы вот это был базис V2 а это был базис в ядре а тогда уравнение EF2 просто перестает зависеть зависеть от переменных XK и так далее XN ну и соответственно вы можете считать что ваша квадрика является ну просто произведение афинного пространства минус минус и некоторые квадрики кури дуцированная который живет в афинном пространстве натянутом на E1 EKO и это квадрика кури дуцированная уже обладает свойством что у нее нет особенностей на бесконечности то есть нет особых точек на бесконечности и тем самым она попадает в одну из категорий которые мы тут рассмотрели я плохо сказал так неправильно говорить что у нее нет особых точек на бесконечности колик аккурат относится к одному из типов рассмотренных выше то есть это либо гладкая центральная либо пробовод либо конус пример рассмотрим просто чтобы оставалось пустым текстом ну давайте начнем там R2 в афинном R2 мы собственно что имеем ну собственно для квадрики пусть чертой ну давайте мы ограничимся не пустыми квадриками не пустыми квадриками для не пустой Q содержащаяся в R2 пусть чертой это будет не пустая квадрика не пустая проективная квадрика ну если она гладкая чем самым эта квадрика размерности 1 и плонарности 0 потому что ничего другого не бывает то есть это коника Веронеза ну а для Q бесконечность соответственно имеются три возможности Q бесконечность может быть или квадрика размерности 0 и плановности 0 то есть не пустая или Q бесконечность может быть квадрикой сейчас простите там мне кто-то звонит и нет простите простите просто там моя мама позвонила я немножко переживаю так значит квадрика Q бесконечность не пустая а может быть квадрика размерности 0 и плановности минус 1 то есть пустая ну и в этом случае если вернуться к предыдущему уравнению это собственно вот эти две ситуации то есть размерность квадрики по бесконечности упала на единичку вместо одномерной стало нульмерной плановность может быть такая плановность может быть такая это означает что на бесконечности вы видите или две точки или видите пустое множество ну соответственно здесь вы получаете то что называется гипербо с уравнением x1 в квадрате минус x2 в квадрате равняется 1 а здесь вы получаете эллипс с уравнением x1 в квадрате плюс x2 в квадрате равняется 1 ну а бывает кубесконечность это особая квадрика то есть это означает что это двойная точка ну уравнение x1 в квадрате равняется 2 это парабола это гладкий контрольный это парабола она ровно одна ну и еще бывают конусы над гладкими квадриками квадриками в прайде таких собственно гладких квадриков бывает всего 2 то есть по бесконечность может быть ку-0 может быть по бесконечность ку-0 минус 1 то есть пустое множество здесь две точки ну и соответственно здесь вы увидите пару прямых x1 в квадрате минус x2 в квадрате равно 0 ну а здесь вы увидите двойную точку x1 в квадрате плюс x2 в квадрате равно 0 то есть это двойная точка с точки зрения афинного пространства здесь пара пересекающихся прямых ну а здесь пара комплексно сопряженных прямых пересекающихся в одной вещественной точке конус над бесконечно удаленной квадрикой которая состоит из двух точек невещественных комплексно сопряженных если мыслить это все на c ну и еще имеются цилиндры это квадрики уравнения которых не зависит от одной переменной то есть это цилиндры над всевозможными квадриками в один ну таких имеются две вы можете написать x1 в квадрате равно 0 и x1 в квадрате равно 1 ну мы имеем ввиду не пустые если пустые то можно было еще минус 1 написать но вот не пустые будут выглядеть так то есть это конус над двойной точкой ну а это конус над парой точек ой не конус а цилиндр простите что-то это путаница цилиндр ну это выглядит как двойная прямая а это выглядит как пара параллельных прямых x1 равняется плюс минус 1 ну дальше можно посмотреть что происходит в R3 ну проще начать с цилиндров то есть в 3 значит имеются цилиндры над всем предыдущими квадриками сколько их тут получается значит 1,2,3,4 5,6,7 значит над всеми семью ну кривыми в кавычках степени 2 R2 кривые я взял в кавычки потому что ну вот двойная точка которая есть пара пересекающихся комплексно сопряженных неущественных прямых ее конечно кривой называть язык не поворачивается но тем не менее она задается вполне себе квадратным уравнением неприводимым на ДР с уравнениями значит с теми уравнениями но теперь R3 то есть они не зависят от X3 это означает что просто надо умножить все эти фигурки напрямую вы получаете там допустим гиперболический цилиндр у вас есть гипербола там с уравнением X1 в квадрате минус X2 в квадрате равно 1 в трехмерном пространстве с координатами X1 X2 ой я не помню нарисовал кстати координат с координатами X1 X2 X3 ну это будет выглядеть как вот такой прям буквально цилиндр здесь тоже такая штучка ну кроме этих цилиндров значит опять же имеются гладкие центральные тут уже есть две возможности то есть проективное замыкание может быть или куча ртой может быть или планарности 0 или планарности 1 то есть это может быть двумерная квадрика планарности 1 а может быть двумерная квадрика планарности 0 если они не пустые ну и соответственно для куби бесконечности тогда какие возможности если вернуться к той формуле которая была то куби бесконечность имеет на планарность на единичку размерность на единичку меньше и планарность на единичку меньше то есть в этом случае деваться некуда для куби бесконечности планарность должна быть минус 1 она здесь автоматически пустая а в этом случае куби бесконечность имеют планарность то есть от квадрика ку 1 планарности ну и соответственно мы можем написать уравнение опять же если вернуться к той формуле которая была раньше сейчас открою квадки центральной квадрики вот они значит если стоит плюс 1 то планарность получается m если стоит минус 1 то планарность получается m-1 уравнения будут такими когда у вас планарность по 0 то вы можете написать x1 в квадрате плюс x2 в квадрате плюс x3 в квадрате равняется единичке ну а можете написать x1 в квадрате плюс x2 в квадрате минус x3 в квадрате равняется минус единичке правильно значит здесь получается сигнатура только я что-то неправильно написал значит кубис конечность должна быть пустая то есть она Она имеет тип Q1, а здесь Q бесконечность – это коника Веронеза, и она имеет манарность 1,0, да, Q1,0. Так, а почему же у нас там формула такая была странная? Я, наверное, там что-нибудь неправильно написал, значит, гладкие центральные квадрики. Q бесконечность имеет размерность на единичку меньше, а планарность у нее всегда такая же, как каково, каково М, да, казалось бы, тут все верно, все зависит только от знаков Т. А, ну да, правильно, просто пусть чертой. А когда стоит минус единичка, то М равно 1, так что все это, значит, согласуется, да, очень хорошо. На самом деле, здесь Q бесконечность может быть типов Q1,0, а может быть Q1,1. Да, ну, а вот здесь у меня как раз Q1, минус 1, а здесь Q1, а в целом, с планарностью с чертой 2,0. Ну, и здесь, значит, если квадрика имеет тип Q2,1, то на самом деле это 1 планарная квадрика, и квадрика на бесконечность в этом случае не может быть пустая, поэтому Q бесконечность всегда имеет тип 1,0. Ну, и такая вещь сдается уравнением X1 в квадрате плюс X2 в квадрате минус X3 в квадрате равняется 1. Ну, и эти квадрики, соответственно, называются эллипсоидом. Вот это вот. Эта квадрика называется двуполосным баллайдом. Эта квадрика называется однополосным гиперболайдом. Ну, соответственно, уравнение можно переписать в виде X1 в квадрате плюс X2 в квадрате равняется 1 плюс X3 в квадрате. Ну, и тогда, когда вы рисуете все это на плоскости с координатами X1, X2 и оси X3 направлены вверх, то сечение плоскостями параллельными X1 и X2 будет вам задавать каждый раз окружность, ну, радиус, который, квадрат радиус, который примерно устроен как 1 плюс X3 в квадрате. То есть он выглядит как гипербола, то есть будет такая какая-то штукенция. Самый узкий получается вот здесь, окружность радиуса 1, ну, а дальше он так как гипербола увеличивается. Ну, собственно, отсюда название однополосный гиперболойд. Ну, и обратите внимание, что квадрика 1 планарная, то есть реально, если вы проведете касательную плоскость в любой точке, то она пересечет вашу квадрику по такому кресту. Вся квадрика реально заметается такими прямыми двух семейств, ну, вот в точности, как башня на шаболовке. Соответственно, двуполосный гиперболойд вы преобразуете к виду X1 в квадрате плюс X2 в квадрате, если перенести X3 в другую часть, то будет X3 в квадрате минус 1, и картинка будет такая же. У вас, в общем-то, будут похожие гиперболой, сто лишь разницей, что, ну, похожие окружности, точнее, согибающие их гиперболойд, какой-то такой. И между минус 1 и 1 по оси X3 ничего не увидите, потому что радиус будет отрицательный, ну, а здесь вот будут такие окружности. И обратите внимание, что планарность квадрики 0, то есть прямых на ней вообще не лежит, ну, а бесконечности она пересекает по окружности, то есть такая симпатическое направление окружности. Ну, и опять же, квадрат радиуса зависит примерно как X3 в квадрате минус 1, то есть такая огибающая тоже является гиперболой. Ну, а эллипсоид, вот у него, собственно, уравнение написано, но он так уделит, как сфера. X1 в квадрате плюс X2 в квадрате плюс X3 в квадрате равно единице, и бесконечность вообще не пересекает. И сечение плоскостями X3 равняется константой, тоже являются окружностями, но только теперь эти окружности живут как раз в точности между единичкой и минус единичкой, то есть так нарисовать-то. Как раз сюда встали. Дальше идут параблоиды. Опять же, эти параблоиды могут проистекать из квадрики кусь чертой типа 2.1 и квадрики кусь чертой типа 2.0. То есть если кусь чертой равняется у 2.1, то тогда уравнение будет выглядеть как X1 в квадрате минус X2 в квадрате. Кусь чертой равняется 2X3. Ну, а если кусь чертой это у 2.0, то уравнение будет выглядеть как X1 в квадрате плюс X2 в квадрате равняется 2X3. Ну, и это 0-планарная квадрика, у которой квадрат радиуса пропорциональный X3, то есть это тоже будут окружности с квадратом радиуса равным 2X3. Это означает, что они растут от нуля в сторону, где X3 больше нуля, и огибающие являются пара, потому что, собственно, 2X3 равняется в квадрате. Если вот это R. Ну, по этой причине эта штукенция называется эллиптическим проболайдом. Ну, а здесь вы видите гиперболу типа X1 в квадрате минус X2 в квадрате равняется 1 или равняется минус 1 в зависимости от знака X3. То есть в самой плоскости X3 равно нулю у вас получается такая вырожденная штукенция, то есть эта плоскость на самом деле является касательной. На плоскости X3 равно нулю вы увидите просто крест, образованный асимпотами, то есть это будет прям буквально вот такой крест. А дальше при X3 больших нуля, но вы будете видеть такие гиперболы с такими асимпотами. Они так будут расти, расти, расти. То есть в целом получится такая седлообразная поверхность. Ну и вторые ветки этих гипербол будут там и вы получите такую вот штуку. А внизу ваши гиперболы наоборот будут жить, будут пересекать вторую ось. Давайте я просто немножко не так нарисованное, что это правильно, наверное, называть X1 при таком распаде, а это X2, да? Потому что при плетеных они пересекают как раз ось X1. А здесь они будут идти наоборот вниз, ваши гиперболы. Ну и здесь получится, значит, такая вот какая-то... Сейчас, я не туда только ее вывел. Да, вот она как-то так наоборот будет. Простите, пожалуйста. Какая-то вот такая седлообразная поверхность. Ну и я не знаю, достаточно ли я артистично это нарисовал. Но, в общем, вы увидите то же самое, если стяните вот в эту точку гиперболы, а вот это вот, наоборот, отправите на бесконечность. То есть это, как бы, кусок того же гиперболы, где противоположная точка уходит на бесконечность. Поэтому, на самом деле, эта фигурка тоже заметается двумя семействами прямых. Если вы берете касательное пространство в любой точке, то оно будет выглядеть точно так же, как касательное пространство в нуле, и пересечет вашу квадратичную поверхность, но в точность вот в паре прямых, которые здесь нарисованы. Такая же картинка будет везде. Ну, и по этой причине это называется гиперболический. Фарболайт. Чедлообразная поверхность. Заметаемая двумя семействами прямых. хорошо ну значит кроме гладких квадрик есть еще особые с особенностью конечной части то есть простые конусы над гладкими квадриками в p2 есть и бесконечности но и гладких квадриков p2 над r имеются две то есть по бесконечность может быть или типа первое задается уравнением их с одним квадрате плюс x 2 в квадрате минус x3 в квадрате равняется нулю, а вторая задается уравнением x1 в квадрате плюс x2 в квадрате плюс x3 в квадрате равняется нулю. Ну и мы получаем, что здесь это двойная точка. То есть решение ровно одно, x1, x2, x3 равняется ценой 0. Ну а здесь это Конов над эллипсом, живущим на бесконечности. Ну и выглядит как-то так. То есть на бесконечности вы получаете эллипс, а здесь такой прямой круговой конус. Ну а все остальное получается всякие цилиндры. Итого, на ческопах у нас раз, два, три, четыре, пять, добавилось еще на шесть, семь квадрик. Семь нецилиндрических. И семь цилиндров. Обратите внимание, что в шлот цилиндров попадают, ну там в том числе и всякие цилиндры над особенными квадриками. Там, например, цилиндр над крестом это пара пересекающихся плоскостей, цилиндр над двойной прямой это двойная плоскость, цилиндр над парой параллельных прямых это пара параллельных плоскостей, цилиндр над двойной точкой это двойная прямая, ну и так далее. То есть к числу квадратичных поверхностей помимо двойной точки ну относится, например, двойная прямая x1 в квадрате плюс x2 в квадрате равно 0 это двойная ось z двойная ось x3 точнее это цилиндр над двойной точкой на этом афинные классификации собственно кончаются но при желании можно тот же список продолжить четырехмере он так каждый раз будет примерно 2 его то есть вы получите 14 цилиндров над квадратами в р-3 и плюс еще там разные сочетания которых будет уже больше из всяких эллиптических и гиперболических штукенций гладких прошлом я бы хотел сказать еще наверно два слова про топологию потому что у квадрики про квадрики можно все сказать в том числе можно сказать как они топологически устроена то есть если у вас есть квадрика сравнением x1 в квадрате плюс x2 в квадрате плюс и так далее и плюс xp в квадрате равняется единичка плюс x1 в квадрате и так далее плюс xm в квадрате это когда у вас пусть чертой имеет тип минус 1 а пландарность у нее соответственно м или сливович да у вас нумерация пересекается нумерация где ну с x1 и там и там начинается виноват 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 да спасибо здорово заметили значит здесь xp плюс 1 в квадрате плюс и так далее плюс xp плюс а ну то есть как бы я просто все минусики перенес в другую часть и тем самым в проективном заморозникании и минус что такая квадрика она гомиоморфно афинном пространстве м на сферу размер с 1 минус 1 это живущая в примерном афинном пространстве сфера ну потому что для каждой точке вот это а м от собственно м с координатами xp плюс 1 так далее xp плюс а ну а сфера живет в афинном пространстве а.п. ну вот с координатами x1 так далее xp просто для каждой точке а который живет вот здесь но вы получаете течение для любого живущего в м течение костюм помноженное p имеют уравнение то есть если вы зафиксируете вот эти координаты как-то вы получите сферу с уравнением x1 в квадрате плюс xp в квадрате равняется единичка плюс pp ну понятно что вы можете сделать такую пополненную гомотетию которая ее преобразует сферу просто радиуса 1 то есть то есть гомотетия то есть гомотетия то есть гомотетия то есть гомотетия с коэффициентом ну там корень с минус 1 то есть гомотетия минус 1 минус 1 то есть образует это просто сферу Поэтому все вместе выглядит как m на sp минус 1. Ну и наоборот, если там у вас минус 1 стоит, то тогда если у вас x1 в квадрате плюс и так далее, плюс xp в квадрате плюс 1 равняется xp плюс 1 в квадрате плюс и так далее, плюс xp плюс m в квадрате. То есть это случай, когда кусь чертой имеет плонарность m минус 1. Тогда наоборот у вас просто переменные поменяются местами, она будет геоморфна в сфере, которая находится наоборот вот в этом пространстве. Она будет геоморфна ААП на сферу m минус 1, которая живет в m. Обратите внимание, что вера и развертность 0, это все-таки пара точек, поэтому когда у вас m равно 1, то квадрата получается не связанная. Это на самом деле возникает ровно для одной квадрики, которая как раз называется двуполосным гиперболуидом. То есть имеется ровно 1, не пустая, не связанная, гладкая центральная квадрика. Двуполосный гиперболуид. Суравнение x1 в квадрате плюс и так далее плюс xn минус 1 в квадрате равняется xn в квадрате минус 1. То есть на предыдущем языке это вы должны написать x1 в квадрате плюс и так далее плюс xn в квадрате минус 1 равняется xn в квадрате плюс 1 точнее. Ну и вы получите здесь в качестве сферы сферы, которая состоит из двух точек, поэтому ваш квадрика гомеоморфно просто в паре параллельных плоскостей. Ну а выглядит она, соответственно, как-то вот так. Здесь вот эта ось от xn. Хорошо. Значит, наш следующий сюжет это эвклидово квадрика. Ну то есть это афинное квадрика в эвклидовом пространстве. Ну и опять про них полезно думать в проективной точке зрения. То есть мы по-прежнему считаем, что РН это карта О0, которая живет в PW. W, W это 1 на R плюс, собственно, вот той РН, которая была раньше. В РН координаты x1, xn в P, N, которая есть P, W, координаты. Ну и в частности, эвклидовая структура, эвклидовое полярное произведение задает на L-бесконечность, которая есть P от исходного аэра, гладкую квадрику, x1 в квадрате плюс и так далее, плюс xn равняется 0 без вещественных точек. Но сама квадрика таки есть, ну и, собственно, эта квадрика – это аналог точек и плюс-минус в теории коник. Все, в общем-то, происходит точно так же. Я хочу напомнить, что если у вас есть эвклидовая структура, то тогда каждое квадратичное эвклидовое пространство, каждое квадратичное форме… Ну и что то же самое, линейность симметрична. Ку можно сопоставить линейный оператор. Ну, давайте обозначать его в фику, не заран, варан. Ну, которое задается тем свойством, что значение билинейной формы, связанной с квадратичной формой ку на паре векторов, будет выражаться через скалярное произведение, что это вот будет как раз фику от W. Для любых, у W из вашего пространства аэран. Симметричность ку с волной. Это вообще для любой билинейной формы можно сделать необязательно симметричный. Симметричность ку с волной, то есть равенство ку с волной от O, W равняется ку с волной от W, но равносильно самосопряженность этого оператора фику. самосопряженность оператора фику – это такое равенство, что фику от U от W равняется U от W для любых U и W. Ну, вот просто видно. Если вы напишите, что ку с волной от W, то это, собственно, и есть ку с волной от W, а это ку с волной от W. Ну, потому что евклидово-скалярное произведение симметрично. В евклидово-скалярном произведении можно перестать, то есть это было бы по определению W на Fику от U, но это то же самое с силосимметрией евклидово-скалярного произведения. Ну, и была у нас с вами такая теорема, что у самосопряженного сопряженного оператора. Да? Вопрос какой-то? Ау. У самосопряженного оператора есть... Если не получается с микрофоном, пишите в чат, я постараюсь читать, хотя это и не очень удобно. То есть лучше услуг задавать. У самосопряженного оператора есть евклидово-ортонормальный базис, это первая вещь, которую я хотел напомнить. Ну, и этот в этом базисе матрица оператора диагональна, а по диагонали встает собственное значение. Ну, а вторая вещь, которую я хотел напомнить, это связь, собственно, между матрицей грамма формы и фигу. Вот если посмотреть, матрица полной в равно в вытекает, что матрица грамма ну, ну, давайте мы ее обозначать, скажем, B формы у славной и матрица грамма G евклидова евклидова скалярного скалярного произведения связана с матрицей F оператора фигу в том же базисе соотношение таким, собственно. Ну, если мы вместо U и W будем подставлять базисные векторы, то мы, собственно, справа получим матрицу грамма B, да? А слева мы получим матрицу грамма евклидова скалярного произведения на матрицу оператора F, да? Ну, значит, откуда этот оператор F имеет матрицу G-1 B Моразь такая, что, значит, в частности в евклидово-арто нормальном боесе матрица F такая же, как матрица грамма формы B. Ой, то есть я написал матрица грамма оператора, просто, значит, матрица давайте перепишу. Верклидвард нормальном боесе F имеет матрица грамма формы то есть вполне равенство, что просто F равняется B буквально. Ну, и поэтому вывод любую квадратичную форму по выводу вам пространство можно диагонализовать? ворту нормальном базе и диагонали полученную матрица равны равны собственным значением матрицы грамма формы. в любом ортонормальном базисе. Девклидвард нормальный. В любом югклидвард нормальный базисе не зависит от выбора такого базиса. это позволяет классифицировать квадрики в евклидовом пространстве и такая классификация будет немножко хитрее, в афинном пространстве, потому что появляются вот эти варианты собственные значения матрицы грамма. Ну и классификация собственно выглядит так, что значит если квадрика Q, которая живет в РН, гладкая центральная, ну там с матрицей грамма B в нормальном базисе. Я напомню, что матрица грамма B такая толстая, то есть она здесь имеет F0, F0, имеет F0, 1 и так далее, F0, 1 и так далее, это свободный член, это линейная часть, F0, ну а здесь нарисована B бесконечность, это собственно форма F2, то есть вообще квадрика Q задается уравнением F2 от X плюс F1 от X плюс F0 от X равно нулевое это значит F от X ну и гладкая центральная означает, у нее есть центр, да, то есть в R1 который содержит R1 есть базис C и 1 и так далее E значит с этим свойством что C это умножить на R это одномерное подпространство которое просто орпигонально исходное пространство V ну давайте мы просто чтобы Rn не писать каждый раз что Rn это у нас V и мы поместили его в W которая есть R E0 плюс это как бы наш Rn S1 поэтому здесь я лучше напишу W мы можем выбрать просто ортогонал Q в качестве одного боественного вектора то есть это квадрика я напомню что вы можете взять просто верхнюю строчку матрица B спичкой если формула писать B0 минус B0 1 и так далее алгебраические изменения к элементам верхней строки матрицы B ну а я один и так далее E1 это ортонормальный базис евклидовый ортонормальный базис V в котором форма F2 диагональна то есть базис собственных векторов матрицы грамма B бесконечность по диагонали матрицы грамма формы F2 в базисе E1 и так далее E стоят собственные числа матрицы B бесконечность ну в результате в базисе C E1 тогда E пространство W будет матрицы грамма выглядящая вот так здесь будет стоять F AC ну а дальше будут стоять лямбда 1 когда лямбда N это собственные числа матрица B ну и мы знаем что они собственно не зависят от выбора артонормального байоса поэтому уравнение квадрики ну приводится к виду A1 X1 в квадрате плюс AX2 в квадрате плюс и так далее плюс AN XN в квадрате равняется где AETA это минус там лямбда ITA поделить на Fc ну это называется каноническим уравнением и гладкой центральной квадрики базисные векторы и так далее EAN называются главными осями ну а коэффициенты которые здесь возникают точнее корни из корня из корня из модуля AETA в минус первый называются по осями центральной квадрики ну смысл их такой что если ваш квадрика эллипсоид то есть если все AETA больше нуля то тогда пересечение такой такой квадрики с осью OX это ну CX это мы считаем что у меня как бы то есть CX это состоит из точек как раз плюс-минус единичка на корень из занятого потому что если вы положите все остальные координаты равными нулю но у вас получится уравнение AETA X в квадрате X в квадрате равно единичке то есть X это равен то есть минус единичка на корень из модуля ну в случае гиперболайдов геометрический смысл не столь ясен но просто по инерции с полуосями эллипса они называются полуосями гиперболайда ну и собственно две центральные квадрики депридово конгренда есть набор коэффициентов 1 у них одинаково с точностью до перестановки ну это вытекает из предыдущего то есть просто эти коэффициенты они однозначно выражаются через собственные числа ну а собственные числа это есть собственные числа оператора который вообще про базис ничего не знает поэтому мы получаем такой ну так время подходит к концу давайте я скажу пару слов про параболайда там в общем-то такая же картина ну я напомню что у параболайда собственно ку бесконечность особо и является простым конусом с вершиной в точке ну давайте называть ее P который живет на Эльбе в конечности ну значит точка P это одномерное подпространство V ну и мы можем выбрать евклидов ортогонал P ортогональная давайте это M минус одномерное подпространство V и квадрика квадратичная форма F2 которая как раз задает по бесконечности ограничивается на него невырежденно потому что это дополнение к ядру в результате возникает такая картинка у вас есть бесконечно удаленная гиперплоскость или бесконечность которая есть проективизация пространства V там есть одномерное подпространство такая точка P и есть подпространство U имеет поразмерность 2 в P W ну у вас есть ваша квадрика ваш парабалай и все гиперплоскости проходящие через U образуют пучок и в этом пучке имеется ровно две касательные гиперплоскости к вашему гипербалу в пучке гиперплоскостей в пучке гиперплоскостей гиперплоскостей через паут кроме бесконечность есть еще ровно одна касательная гиперплоскость она пересекает гиперплоскостей гиперплоскостей с точкой c ну давайте то есть это c c c u и c называется вершиной прямая пациент это в точности проективизация пространства у ортогонал только здесь значит ортогонал к подпространству у в W относительно квадрики квадратичной формы q которая является проективным замыканием квадратичного многочлена f задающегося изначальную квадрику то есть это f2 плюс x0 f1 плюс x0 в квадрате f0 давайте мы здесь буквочку q поставим чтобы не путать с ортогоналами в эсклидовом смысле ну и в результате вы можете у вас есть два изодробных подпространства в ортогонале q вы можете выбрать такой базис значит выберем базис с W из векторов P e1 и так далее e-1 c тогда значит на pc натянута гиперболическая плоскость наш вектор е0 а это е на на pc натянута гиперболическая плоскость а в качестве e1 и так далее берем евклидово ортонормальный базис состоящий из собственных векторов матрицы грамма формы B бесконечность просто просто матрицы грамма B бесконечность с ненулевыми собственными числами B бесконечность вообще говоря особая матрица то есть среди собственных числа соответствующих самоспряженную оператор есть нулевое которое как раз отвечает точке P то есть вектору e0 а все остальные ненулевые ну и мы получаем тогда матрицу грамма в этом базисе с таким свойством здесь будет 1 здесь будет 1 ну а значит здесь вот такая матрица так что здесь сюда молите ну а здесь будут стоять альфа 1 и так далее альфа n-1 0 0 ненулевые собственные числа вот собственно этого оператора B бесконечность ну мы получаем такое уравнение альфа 1 x1 в квадрате плюс и так далее плюс альфа n равняется минус 2x n ой x1 виновата здесь минус 2x n опять же два параболоида дефклидово конгрантно альфа если у них альфа 1 альфа 1 минус 1 с точностью до перестановки с точностью до перестановки мы даем разные геометрические примеры которые я надеюсь позволят вам решить задачи из последнего листочка еще замечание что листочку больше не будет собственно все листочки которые есть 14 штук если я не ошибаюсь это вот все никаких других листочков до конца семестра не будет если есть вопросы задавайте если нет то через минутку закончим я понимаю что вопросов нет тогда давайте остановим